Юрист Светлана Попова уверена, в общественной палате района она будет полезна и готова оказывать юридическую помощь населению бесплатно. Подготовив пакет необходимых документов, она пришла в общественную приемную Ленинского района. Я считаю, что это достаточно серьезный орган и что здесь, в принципе, дана возможность членам общественной палаты принимать участие в решении различных важных вопросов, которые непосредственно касаются также жителей Ленинского района. Каждый, кто стремится стать одним из большой команды общественной палаты, уже проявил себя в общественной работе. Новоиспеченный кандидат в общественную палату Екатерина Коровина давно является общественным деятелем. Коренная жительница города Ленинских, она занимается экологическими вопросами не только в своем поселении. Когда общество имеет возможность на уровне власти почти принимать какие-то решения, непосредственно контактировать с властью, это, конечно, очень результативно. Потому что специалист каждой области имеет возможность предложить правильные решения в своей области, в которой работает. До окончания приема заявлений остается всего неделя. По словам главного эксперта администрации Ленинского района Алины Кузнечиковой, среди тех, кто подал заявление, представители различных жизненно важных сфер – социальной, культурной, бизнеса, юриспруденции и других. Следующий этап – общественное обсуждение кандидатов и единый день голосования, который состоится 22 апреля в кинотеатре «Искра» с 10 до 17 часов. Всю информацию по правилам формирования нового состава общественной палаты можно узнать на сайте opmo.mosrec.ru или на сайте районной администрации. Татьяна Брылова, Владимир Беженов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Тему продолжим с нашим гостем, членом общественной палаты Московской области Дмитрием Васильевичем Боробовым. Здравствуйте, Дмитрий Васильевич. Здравствуйте. Вы курируете процесс выборов в общественную палату нового созыва в нашем районе. И на сегодняшний день подано 31 заявление. Я знаю, что в прошлый раз было гораздо больше заявлений. Как вы считаете, с чем это связано? Ну, хотелось бы, чтобы активность людей была намного выше, но на данный момент подано 31 заявление. Еще осталась неделя, мы надеемся, что еще активные люди дособирают какие-то документы, проводят протокольные заседания в своих общественных организациях, и мы надеемся, что наплыв людей станет больше. Возможно, количество заявлений небольшое связано с тем, что власть на местах работает с жителями ВКонтакте. То есть они не видят смысла идти иногда в общественную палату, но мы все равно призываем подавать заявление, потому что диалог общественной палаты и власти, он более конструктивный. Какие на сегодняшний день нужны люди общественной палате? Это активные неравнодушные люди, которые проживают на территории муниципального образования, которые представляют либо совет дома, либо какую-то общественную организацию. Также они могут быть самовыдвиженцами, их могут выдвигать авторитетные жители района. Эти люди отстаивают интересы данных граждан, отстаивают интересы жителей, а также какие-то общественные инициативы перед администрацией города, а также могут и перед правительством Московской области. Также мы всегда находимся в контакте с муниципальными и общественными палатами, всегда готовы прийти им на помощь, подсказать. 22 апреля пройдет голосование за тех кандидатов, которые подадут свои заявления. Но я бы, например, как житель, хотела ознакомиться со всем списком и с каждым кандидатом по отдельности заранее. Где я могу такую информацию получить? На текущий момент есть список, уже вывешен в общественной палате Московской области на сайте. Это opmo.mosreg.ru. Все, когда подают, мы регистрируем, заносим в список. Далее мы все фотографии отформатируем и выставим на сайт, где с каждым кандидатом от муниципального образования и городского округа можно будет ознакомиться, посмотреть краткую характеристику кандидата. Голосования в этом году электронного не будет. Будут выданы бюллетени каждому, кто хочет проголосовать для члена общественной палаты муниципального образования, по предъявлению паспорта, либо военного билета. На месте подсчет не будет производиться. Подсчет будет производиться в рабочей группе общественной палаты Московской области. Урна запечатываются и уводятся в Московскую область. В муниципалитете подсчет не производится. То есть административный ресурс невозможно будет использовать в данном голосовании. Это уже последний этап или еще что-то потом будет? Нет, это последний этап. Мы потом будем утверждать список. Сначала утверждает список губернатора Московской области. Это одна третья. Еще утверждает одну третью местный совет депутатов районно. Никакого поселения, а именно районно, потому что палата у вас районная. Также еще одну третью утверждает общественная палата Московской области. То есть получается две трети утверждает область. И одну третью всего утверждает муниципалитет. Спасибо вам большое за интересную и важную информацию. А я напомню, что мы беседовали с членом Общественной палаты Московской области Дмитрием Васильевичем Боробовым.